Выносливость и терпение, говорят фигуристы. Это те качества, которыми должен обладать спортсмен. Мне кажется, чтобы заниматься фигурным катанием, надо силу воли и терпение. Выносливость, терпение. Он у нас, может, не столько зрелищный, не игровой, но нужно в первую очередь иметь терпение, потому что не сразу все получается. Каждый элемент требует повторений по сто, очень по много раз. И, естественно, нужно терпение, нужна координация. Из-за погодных условий до последнего момента было неизвестно, сможет ли команда Мирного принять участие в соревнованиях. Но, несмотря на капризы природы, фигуристы благополучно добрались до удачного. Более 50 спортсменов от 5 до 18 лет вышли на лед и продемонстрировали технику фигурного катания. Мы, как всегда, рады приехать к вам с нашими показательными выступлениями, следовым шоу. И, конечно же, в первую очередь мы соревнуемся. Наши детки встречаются традиционно. Мы смотрим, как подросли они за эти полгода, потому что осенью к нам приезжал удачный. Мы видим, сейчас уже прошла первая половина соревнований. Мы видим, что результаты улучшились у детей. И у дачницы дети стали намного лучше кататься. И наши улучшили свои достижения. Мы очень рады, что здесь новый каток, на который мы с радостью приезжаем, привозим шоу. Уровень у детей вырос. И интерес к этому виду спорта, он не иссякнет, потому что появилось и любительское фигурное катание. Он занимается 5 раз в неделю, поэтому нам бы еще несколько тренеров, потому что деток много, категории разные, возрастные категории. И поэтому не хватает именно внимания тренера. Не в плане каждому ребенку, а в плане тренерского внимания. Дети хорошо подготовлены, мои детки хорошо подготовлены. Очень сильная команда города Мирного. Неплохо подготовленная команда поселка Айхау. По результатам соревнований золото в командном первенстве взяли спортсмены из Мирного. Сегодня школа фигурного катания в Алмазной столице пока остается сильнейшей в районе. Но, как говорит Ольга Ладыгина, у айхальских и удачинских спортсменов есть все шансы занять лидирующие позиции в этом виде спорта. На следующий день фигуристы подарили зрителям незабываемое шоу на льду по мотивам сказки «Щелкунчик». Яркие костюмы и многоцветия талантов не оставили присутствующих равнодушными.